В Бельгии профсоюзы пилотов и бортпроводников объявили забастовку. В Израиле водители автобусов требуют повышения заработной платы и безопасности. Информационное агентство Regnum со ссылкой на телекомпанию VRT сообщает, что в Бельгии профсоюзы пилотов и бортпроводников брюссельских авиалиний объявили забастовку на 23-25 июня. Организаторы уточнили, что причиной забастовки стала чрезмерная нагрузка на экипажи и срыв попытки достигнуть соглашения с властями. Пилоты уже объявляли о забастовке, которая была запланирована на прошлой неделе, но руководство сделало ряд предложений профсоюзам и акцию отложили. После изучения предложений профсоюзы вновь заявили о забастовке. По словам организаторов протестной акции, летные экипажи не просят денег для решения проблем. Они требуют структурных вмешательств, чтобы обеспечить будущее компании и ее сотрудников. 17 июня в Израиле тысячи водителей автобусов провели забастовку с 10 утра до 12 часов дня. Об этом пишет англоязычный сайт Times of Israel. Водители недовольны своими зарплатами и возмущены отношением министра транспорта, который якобы отказался встретиться с их представителями. В результате забастовки, объявленной Национальным союзом рабочих, внутригородские автобусные маршруты не выполнялись. Профсоюзная организация израильских водителей автобусов заявила, что для нормальной работы не хватает 5000 водителей, и водителей вынудили работать в две смены, чтобы они смогли получить достаточную заработную плату. Еще водители страдают от нападений и жестокого обращения со стороны пассажиров, но эта проблема не решается. Организация пригрозила увеличивать забастовки до тех пор, пока министр не проснется и не выполнит их требования. Суд по трудовым спорам одобрил проведение нескольких забастовок. Товарищи трудящиеся, капиталисты во всем мире используют любые возможности, чтобы платить персоналу меньше, а заставлять работать больше. Они создают кризисы и развязывают войны, чтобы внушить работникам страх разорения предприятия, чтобы они не требовали повышать зарплаты и вкладывать деньги в производство. Но почему же тогда собственники не терпят сами? Не могут устоять перед соблазном купить новую яхту или дворец где-нибудь за бугром? Почему должны терпеть люди, которые еле-еле свозят концы с концами? Почему трудящиеся должны жить в страхе и нервном перенапряжении из-за нестабильной занятости? Почему они должны из кожи вон лезть, чтобы обеспечить своих детей самым необходимым? Почему господа-собственники и их эффективные менеджеры на словах так благодарны своим работникам, но стоит работникам попросить что-то для себя, они меняют тон на осуждающий. А потому, товарищи слушатели, что их благо основано на страданиях рабочих. Если вы надеетесь, что когда у руководства будет возможность вам поднимут зарплату, то знайте, что вы не дождетесь. Только коллективные организованные действия большинства работников могут заставить работодателя неохотно поделиться прибылью. Не горюйте, организуйтесь, боритесь вместе за справедливость и достойную жизнь. С вами была Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.